Да, есть листья-то. Остальные листья выкинули, я их открою в помойке нашу. Остальные листья выкинули, я их открою? На другом месте они будут подниматься. Вот здесь, вот здесь. Ну, наверное, смотри, что это реально губ. Губ уже не происходит, но что ты задумаешь, да? Чеще всего? Он был очень стресс-то обращен. У нас вешать, похоже, есть и висит. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Нет, очень понятно, что это огромное количествоular в данном виде диференциально-гнеотических теоремы можно получить исходя из красоты Конечно, если вы верите в геодезические и в диференциальную географию то у этой теоремы есть другое доказательство которое на самом деле ничуть не проще даже очень сложнее. Вероятно, сам простой способ это доказывать, это перейти в индивидуальные величные ситуации, перейти от коллегизма геодезических и римных геометрии к метрическому пространству и применить вот эту вот тяпь. Хорошо. Значит, тут вот обычное сообщение о кратчайшем метрическом пространстве, любой отрезок кратчайшем кратчайшем, параметризация или параметризация. Сегодня довольно существенно сыграет. Привет. Дело в том, что кратчайшие геотрические, но на самом деле никто не имеет особого смысла ограничиваться кратчайшем геотрическом, говорю кратчайшем геотрическом. Более осмысленно рассматривать какие-то отображения. Это будет потом, я просто повторю, геодезическое. Есть отображение гамма из отрезка геотрическом. Такая является локальной изометрией, являющей изометрией локальной параметрией. Точнее, по отрезку. При текарной точке нуля есть такая объясненность, что это в однокласснице, в привлечении однокласснице это отображение является зометрией. Типичный пример этого дела двумерная сфера, у которой есть большой меридиан. Ясно, что меридиан является, дуга меридиана маленькая, размером меньше пи, является геотрическим и кратчайшим. По проекте такая задача была, я надеюсь, что многие ее решили, а кто не решит, мне все равно рано и поздно узнают. Кратчайшая на сфере – это длина дуга, кусок дуги большого меридиана. Где мы можем наматывать на эту окружность, на большой меридиан, Z, F с бесконечных количеств раз, это будет, как раз и на такое отображение, которое локально является, и заметно, это будет геодерическим. Вот, поэтому до сих пор более сильно кратчайшая геодерическая сейчас будет сфера. Но пока, видите, только вот эта обычная меридиана, которую я даже не буклеру, потому что, наверное, все ее хорошо помню. Так, теперь геодерические кратчайшие, все метрические пространства предполагаются геодерной внутренней метрикой, т.е. на длину пути можно измерять через известный принцип подсчета геодерной внутренней метрика, а любой этой точке соединяется кратчайшими геодерических пространствами. Ну, естественно, это верно для ревнов многообразия, это верно для предметральных процентов, для огромного количества других естественных метрических пространств. Хотя, видимо, главной мотивацией будет была всегда, так говоря, ревнов многообразия. Вот, хорошо. Значит, теперь пространство Александрова это опять мало. То есть, здесь у нас есть три точки A, B и C в пространстве. Мы их, конечно, можем соединить геодерическими в этом пространстве кратчайшими, но вместо этого можно их просто вычесть, а расстояние здесь, а расстояние здесь, а расстояние здесь, и нарисовать следующий треугольник, называемый треугольник сравним. А с полочкой будет с полочкой C спал. Ну и сравнивать разные параметры этого треугольника, и параметры остался треугольник, в котором это человек, который может быть отруглый или наоборот. Сегодня я буду рассказывать про пространство с неполочкой коренной 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 коренной, поэтому и вот его так. Это A, B, X. Вот. Ну, прекрасно. Значит, пространство называемое пространство неполочкой коренной коренной, если функция сравнения удовлетворяет известному неравицу сравнения, которое опять было в прошлый раз. Значит, давайте я напишу второе поделение, прям как ноль пространства, пространство. Если для каждого треугольника, то есть для каждой тройки точек A, B, C и для каждой геометической, для каждой кратчайшей, кратчайший, которая соединяет А и В, у нас здесь и кратчайший, и следующий А и В, скажем, гамма, а это гамма с палочкой. Но гамма, изометричный гамма с палочкой, поэтому расстояние D от С, это функция расстояния до С с гамма с палочкой. Из гамма с, простите, из гамма с, из гамма С больше нуля, вот, и эта штука должна быть меньше или равна, чем аналогичное отображение до С с палочкой. Из гамма с палочкой будет R больше или равно нуля. Ну, это видно на этой картинке. Поскольку эта, теоретически, более вогнутая, то расстояние до С тут меньше, чем расстояние в этой прямой, теоретически. Вопросы у них есть, это было бы. Ну, а процент отрицательный признак, кто локально, и в каждой точке есть ответственность, которую он указывает в атмосферу для всех треугольничек. То есть, он говорит, что для маленьких треугольничков вот это неравенство сравнение, верно. Вот. И, дайте я поеду, потому что, если вы не задаете вопросы, вы их задавайте, а иначе... Тоже... Ну, с углами тут все понятны, это жгут несколько раз. Я их рассчитываю на все, потому что есть другое определение вот этих же... Значит, как мы определим угол? Мы просто берем точку здесь, точку здесь, смотрим в того, поставим из треугольничков, которые стремятся к очень маленькому треугольнику с вершиной С, и считаем угол сравнения, и прием поедем. Вот. Значит... А зачем это нужно? Потому что есть другая формулировка вот этого условия, которое сегодня будет пригодиться. Но я бы считаю, что про угла всем все... Понятно, если есть вопросы, то не спрашивайте. Условия на трудности угол. Смотрите, давайте определим θ от гамма... Вот пусть у нас есть сначала треугольничек в нашем кривом пространстве, поэтому вот так вот нарисуем. У нас есть здесь, скажем, P, здесь у нас есть гамма-1 и гамма-2. Ну, естественно, что угол между этими двенократчайшими и P, гамма-1 и P с гамма-2 это если вы сравниваете. Сравнение в треугольнике, образованном вот этой и этой точке, то есть треугольник у нас будет гамма-1 аптез с палочкой, то есть палочкой, гамма-2 аптез с палочкой. Вот. Это оправдение угла, теперь условие монотонности углов состоит в том, что гамма вот это. Смотри, мы едем вот сюда, едем по, то есть мы уменьшаем Т и С, и этот у нас угол уменьшается, то есть угол монотонии. Условие сравнения углов. Сравнение углов. Уменьшается, С стоит, скажем, а ты уменьшается именно обратно. А все равно. Ну а то ли по обоим переним. Мы можем любую из них увеличивать, другую увеличится, ну и, соответственно, можем и прочее, можем и на время. Значит, тета от гамма-1АТ, АП, гамма-2АТС, монотонный, монотонный ОТС. Теорема, которая была в прошлый раз, я не буду сейчас представлять, нам даже совсем просто. Нужно просто продумать вот то определение, которое здесь есть, и сравнить его с определением терминовых углов на лицах маленьких треугольных. Теорема, условия монотонности, то есть как это называется, условия монотонности углов на неположительные перегрязнения, монотонности углов на лицах маленьких треугольных. Ну да, еще важно понять, что угол у нас всегда есть, всего этого монотона. Посмотрите, угол, мы едем сюда, угол уменьшается, но это предел оказалось. То есть, в отличие от актом энергетического пространства, в котором у ГОФа обыкновенно нет, даже на лицах есть задача, чтобы, конечно, нет углов просто в любом пространстве с нормой, в предположении, что это не инфидон. Когда угол у вас не инфидон норм, у вас получается, выведок кратчейшим, между которыми идут. Процессы хорисандра не имеются. Ну, в частности, показывает, что это самое. Разрасток не является процесс. Ну, хорошо. Это я закончил упоминание о том, что было. Ну, давайте сейчас я поеду в относительную новую часть сегодняшнего выступления. Вопрос какие-нибудь есть? Потому что будет. Ну, прекрасно. Значит, тут, собственно говоря, ничего у него не происходит. Значит, определение подможества U в M открытое. Ну, можно, конечно, не готовить, но присоединить обезапуток, неважно. Это вообще любое. Выправим. Если для каждой точки X, Y в U, и для каждой геологической, кратчайшей, кратчайшей, ну, просто кратчайшей, не с утра, гамма. Гамма лежит. Ну, тут, на самом деле, довольно много, как бы, неочевидных вещей. Вот, например, рассмотрим просто шар на сфере. Умер. Вот так долго вы, а тут на этом перестает быть. И это вообще общий совершенно финальный момент, что если... Давайте рассмотрим теперь, скажем, шар натуры. Он тоже, вот я сейчас не могу это нарисовать, но кто-то может там на доске прям сейчас взять и нарисовать. Шар натуры, как он растет, растет, растет. То есть там, да, гурность растет. Поэтому это нам перестает быть... И что происходит? У нас есть одна нормальная вещь. Да, да, я их очень квадратик. Вот, мы начинаем, берем тут какую-то... Начинаем рисовать величиющуюся отрозность. Сначала открыть маленькую, а потом он начинает задевать вот здесь. Вот. И вот эти части, они тут вот вырезают. как бы правильно нарисовать. Вот у нас есть это склеивается с этим, поэтому тут вот такой вот кусок. А это склеивается с этим, поэтому тут у нас вот такой. И это склеивается с этим, поэтому у нас вот такой. Ну и мы раз увидим, что когда мы увеличим эту оконность, то здесь получается очень маленькое расстояние, и ясно, что кратчайшая, между этими двумя точками, вот она будет лежать снаружи от этого шара. Вот, и укуль шара это не, несмотря на то, что геометрия геометрическая интуиция, нам говорят, что шар дал бы всегда был, то есть это совершенно не так, и, более того, почти всегда нет. Если это так, то довольно легко убедиться в том, что на самом деле наш процент стегион. Ну, поскольку аромат достигал, он не полупотребляющий тоже нет. Вот, теперь, ну как задавать, в принципе, выпуклые множества? Лучше все знать выпуклые функции. Потому что, ну, например, есть тривиальное надеждение, что если гамма, дайте лучше f, 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 такая выпуклая, вот у нас есть вот такая функция. Рассмотрим множество над графиком, вот это я график, гамма, над графиком, графиком выпуклые множества. Ну, и набор, по-самому, тоже вверх. Это способ задавать выпуклые функции через выпуклые множества, и выпуклые множества через выпуклые множества. Я напишу такую теорему сейчас на доске, ей не очень хочу показать, она очевидна, на самом деле. То есть, если вы вдумаетесь в ее формировку, вы это поймете, и, по-другому, я ее не пользуюсь, особо не собираюсь поймете. А, давайте сначала причиняю. Значит, определенную функцию в общей тракции. Выпуклые функции в РВ, вы, наверное, знаете, их определение довольно много, но определение просто вот это. Если вам хочется какой-нибудь определение, то можете считать, что вот это определение вы прикручиваете на РВВ. То есть определение. РВВ в геометрическом пространстве из МВВ выпуклая, если для каждой кратчейшей гаммы. Ну, кратчейшая, она прометализована. Она, в принципе, отождествится таким, через последствия прометализации с отрезком от нуля до отрезки. Для каждой кратчейшей гаммы, РВВ, ограниченная на гамму, то есть М, ограниченная на гамму, это же функция из отрезков в прямую, и, соответственно, прорывку, то есть в X на 2. Значит, видите, что на самом деле это довольно очень сильное свойство. Ну, опять-таки, давайте представим себе сферы. Просто я сейчас вам покажу, что выпуклой функции на сфере нет. У них вообще никакого компакта нет. Но на сфере это просто генетически очевидно. Смотрите, у нас тут сфера. Вот в ней геометрический этот самый вердиант. И плюс у нас есть углая функция. На сфере. Вторая производная может не всегда быть, но в таком в общенном смысле она всегда и есть. Ну, вы можете самостоятельно проверить, что, на самом деле, действия функция на каком-то прямой выпуклой, на каждом моем квадрате, что она как легко пройдет. Ну, тут как бы я вам варяю один из-за генетически, как это можно делать. Можно считать, что выпуклой, если то же самое, что вторая производная. В общем, как это, как мера. Но вторая производная, на самом деле, это губкая функция, это мера. Хорошо уже определённо, потому что интернет называется кальцомера Leiberg-Stiftix. Вот. Ну чудесно. Смотрите, значит, у нас получилась губкая функция на окружности. Вот. Но любая губкая функция на окружности должна быть линейной. Потому что, в частности, что такое губка? Если мы возьмём какие-то две точки, то функция должна лежать снизу от… То есть губкая функция должна лежать снизу от прямой к сильнейшей точке. Вот. Возьмём просто путь у нас есть две точки, в которых непостоянно. Там должны лежать снизу, и справа, и слева. В общем, это не бывает. То есть любая губкая функция на компакте, в районе окружности, уж точно равна констрате. И там, в качестве упражнения, мы можем просто развернуть окружность прямой, периодическую группу. Да, периодическую группу функции не поможет, точно. Вот. Ну да. Теперь давайте докажем эту теорию про СФИР. На СФИР любая группа функция постоянно. Потому что на СФИР на фига так-нибудь географических. Вот на каждом из них она постоянно. Там можно с любой точки перескачать на любую другую, просто СФИР географический, там это постоянно. Чудесно. То есть любая группа – это, в принципе, такое суровое свойство, но теперь у нас существуют в любую функцию довольно часто. Пример любая группа функции – это расстояние до точки в окнации александра. Ну, точнее, так разно. Значит так. А, ну давайте я все-таки напишу тут, значит, правовое утверждение. В смысле утверждение, но оно очень полезно. ФИ выпекла. Вот ФИ такая функция. ФИ выпекла. ФИ выпекла. Тогда только тогда. Тогда правовое утверждение. ФИ минус 1. Мы берем функцию уровня все, что ниже. ФИ минус 1 от минус бесконечности до С, выпекла сюда. Ну, и, наконец, лично лишь это очевидно. Кому это очевидно? Вот, что функционер надо это тогда про образ любого множества от минус бесконечности до С, выпекла. Ну, что-то, на самом деле, не все, не очень. Ну, смотрите, давайте какой-нибудь второй проверим. Во-первых, возьмем две точки, ну, например, возьмем две точки на границе, скажем, что достаточно проверять только. Ну, не на границе, а на границе. Вот. Факт, что функция, если у нас есть выпеклая функция на отрезке, то есть значение на этом отрезке меньше, чем минимум значения на концах. Вот. Поэтому если у нас отрезок концы, которые лежат в таком множестве, это значит, что на концах эта функция ФИ принимает значение меньше С. Да и на всем отрезке надо принимать значение меньше С. Это доказывает, что если у нас есть такое множество, то лю и отрезок коротчайший, который в нем лежит, то это отрезок, то концы которого лежат в одном множестве, то этот отрезок везет целиком там. Вот. Это в одну сторону. В другую сторону мы вывели из выпеклась вот такую. В другую сторону вообще все очевидно, потому что мы просто проверяем отделы для M равно R. Ну, равно отрезку. Вот. А для ответства в функциях определения. Ты вообще легко проверишься. Функция выпекла, когда в ней прообраз любого такого подножства связанного. Хорошо. Но если этим пользоваться особо не будет, так что если вы почему-то тут не понимаете или вы очевидно тут не практически не понимаете, то вы не переживаете по этому поводу и кое-нибудь так далее. Важный еще момент. Нам хочется, тебе нам просто скажу, это реально аргумент, который будет на следующем слайде, но он в качестве мотивировки для понятия строго выпуклась. Смотрите, пусть у нас есть пространство, в котором шары это такие квадратные, то есть пространство с нормой модуль xy есть, что у нас тут? Прямо от x, ну, максимум, простите. Максимум от модуль x в модуль y. Ну, тогда я поверю, что геодрическое это совершенно не единственное. Потому что на самом деле любой такой отрезочек, соединяющий вот такой квадратик, вот такой квадратик, геодрическое. И все это одинаково и одинаково. Ну, просто потому, что достояние вот этого равно квадратик. То есть второй квадрат вообще никакой у нас достояние вклада не дает, но и так мы не подразобьем наши отрезочки, все равно будет просто с ума. Ну, в общем, получена длина. Поэтому геодричество довольно много. Посмотрите, что здесь происходит. Шар, конечно, будет все хорошо, но у нас есть целый кусок на границе этого шара, у которого стоит встать. То есть граница этого шара содержит геодрические отрезки. Что нам мешает? А хочется, чтобы язык посередовал единственность геодричества. Поэтому мы подойдем в строго группе. У строго группы, если граница У, которую я сейчас открыл, у которой есть просто пересечение У с палочкой, пересечение с Н без У с палочкой, с Н без У с палочкой, если не содержит отрезок. Ну, другими словами, значит, мы начинаем... Мы хотим доказать, что у с палочки уже выпукло. Ну, это не у с палочки, надо сказать. У с палочки уже выпукло. Но, в принципе, что могло произойти, что мы взяли какие-то две точки на границе, а следующих отрезок не целиком лежит внутри. Вот этого не хочется. Хочется, чтобы отрезок целиком лежал внутри. Это нужно, чтобы из выпуклости выводить единственность геодричества. Вопрос киньки? Вот. Теперь про строительство. Такое существо в точке в случае двумя пусть ринг как процент. Такой процент. Рассторанутся. А расстояние ДЗ от... Откиньки это какая функция ДЗ. Это расстояние от РЗ до Т. Ну, я хочу вам так выявить, она, в принципе, легко проверить для РВНа, что это выпуклая функция, надо это посмотреть просто, но это модуль, на каждом отрезке это модуль, а модуль будет, вот, тогда, ну, в каждом проценте это все еще ложь, потому что ДЗ, в общем-то говоря, и на прямой цели точно так же, за артисту выше. Лучше я не так скажу, а скажу, потому что это неправда, естественно, на отрезке содержащей, а на отрезке содержащей, тогда я не определяю, что будет, поэтому давайте вы не будете смотреть, что там написано, потому что мало справрался, можете попробовать сообразить, где я мало справрался, но лучше не обращать внимания, а просто, скажем, возьмем, вот, прообраз минус первый, от множества минус бесконечность до С, вот это множество, это такой шар, это шар, В с центром В, З, с радиусом В, естественно, с другого. В центром В, да, с радиусом В, спасибо. В центром В, зато радиусом В, в другую сторону присоединяйтесь. Вот, это показывает, что звук кризис кое-где бывает, хотя на сверху ошумах нет, но на каждой процентстве есть. Вот, это абсолютно очевидно. Смотрите, вот у нас есть точка нашего зеркала. У нас есть отрезок от А до В, биодезический. Ну и этот отрезок лежит в шаре. То есть, смотрите, не отрезок от А до В, а просто А и В лежит в шаре. А теперь расстояние до З, в смысле наша, это функция сравнения, меньше или равно, чем функция сравнения до З с палочкой. Модельный треугольничек. Я запись, кстати, упрямую написал, давайте я его упрямую нарисую, чтобы было видно, что это не модельный треугольничек, то есть не треугольничек сравнения, а такой. Вот у нас есть, соответственно, треугольничек сравнения с палочкой, такой уж прямой. А и вот. И вот расстояние до этой точки, то эта функция взрослась. Теперь смотрите, вот это расстояние, это уже сам по себе, конечно, группа функция. А это еще меньше. Нет, просто есть треугольник, лежит в этом же шаре и все. Ну да, конечно, треугольник. Теугольник лежит в шаре. Это условие состоит в том, что ДЗ меньше цена. Это то, что нам нужно. Ну а теперь, модельный треугольник это тоже верно. Более того, внутренний, если мы нарисуем тут описанные, а крестнодумие с центром ДЗ, сейчас какая-то штука не перерисует, чтобы было симметрично, значит, на З, В и А. Я беру шар в радиусе С вот в этом плоскости. Этот шар содержит и В, и А, и кроме того, он содержит еще и вот такую вот отрезку соединения. Знаете, аналогичный шар содержит просто потому, что это и значит, что вот это дело меньше равно С. Меньше строго. Ну да, на самом деле строго меньше С вне конца. Концы могут лежать вот здесь, а внутри точно меньше. А шар открытий был изначально? Мне хочется строго сказать, что на границе этого шара я не хакрест. То есть я начинаю как бы с двух точек, которые могут быть на границе или внутри. Но если внутри это как бы не интересно, поэтому оно хочется на границе. Но факт, что тогда вот у нас функция сравнения, она вне краев точно уже меньше С. Строго меньше. То есть, соответственно, это для функций сравнения ее. А функция расстояния она еще меньше. Вот. Ну и поэтому она уж точно меньше С. Что мы догадываем? Мы догадываем про фунт. То есть. Потому что… Сейчас скажем еще. Ну ладно. То есть, эту функцию, собственно говоря, я использовать не буду. Но что мы догадываем про фунт. Что мы догадываем про фунт. То есть шар. Потому что… В чем то будет? Не, ну так, по предыдущему утверждению, вот про образ этих интервалов, Выпуклы, все. Ну конечно. Просто как-то народ упал. Они очень радоваться. В общем, что… Мы англорали. Вайф каковал. Вот у нас… Нас интересует, на самом деле, вот эта вот функция. Дз. Функция дз. Вот. Но функция дз меньше, чем дз с палочкой. Вот у нас есть функция дз с палочкой. Которая вообще-то уже сам начало выпуклы от лихо видеть. Это расстояние до… Расстояние до… Расстояние до зад от стороны. А она функция еще меньше. Поэтому она еще более ровно. Вот. Ну, в принципе, конечно, надо проверять для каждого отрезка. Потому что мы из этого сразу узнаем. Мы знаем, что значение этой функции в середине отрезка меньше, чем значение от функции в середине отрезка. Вот. 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 Ну, а, конечно, мы применяем тот факт, что функция выросла, значит, это выросла, тогда, когда f от лямбда t плюс 1 минус лямбда на t меньше или равно, чем лямбда . Ну, если мы напишем лямбда равном половине, то мы получим, что значение функции в середине отрезка меньше или равно, чем полусловное значение края. Вот. и эта услуга уж точно очевидна для треугольника сравнивания. Потому что вот эта вот, явно меньше вот этих, потому что это пряморольный треугольник, а эта штука чем-то. . 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 Стражок помогал, потому что, когда их надо, кажется, не мог. Вот. И давайте заказываем единственное геодерическое, собственно говоря, за что была война. За единственным геодерическим. Ну, какой дальнейший план действий? Мы доказываем, что это геодерическое единственное, дальше мы соединяем любые две точки геодерические. И охрененно стянуть нашу нагадрадную на точку, мы для этого будем просто ездить по этой геодерической к нулю. И у нас получится гомотопия в пространстве вот в точке, что и есть в В3. Хорошо, значит. Остерема. По стенам геодерическое пространство. Пространство, где все шары. Ну, как в пространстве, например. Водить в сферу. Водить половинку в сферу. В половинку в сферу все шары с того же гуру. Водить половинку в сферу без границы. Вот так то, что все шары с того же гуру. Ну, что это понятно, потому что отрезки геодерических, это просто дуги больших, больших, больших кругов. А если мы вырезали половину, то там никакой, там единственное геодерическое. 를 выбирать очень соединяет. Вот. Ну и также легко, проешившая совершенно строгая. На этой самой, это тоже видно. Но, как лька, условия здесь не ваши исследования. Обратно, что они не верят. Хорошо. Ну, как здесь план. Как здесь вообще тревиально, здесь написано в виде каких-то форму. но я вот эти 2 . быть георгическое не единство теперь я их соединил вот так то есть она получилась двугольник такая она тут обозначается за я соединил две точки а и в обещал моим отрезом геоденческой у меня получился первый шарик устроен так вот эта наша середина будет она довольно странная а второй устроен так поскольку мы знаем что все шары я просто сделал шар с центром z и с радиусом половина расстояния от x до z а здесь шар с центром черный они там перечислены, они должны вот здесь нахранить шар с центром z и с радиусом половина ну в общем вам понятно что происходит вот у меня получился этот отрезок а тогда только силикон лежит в этом шаре причем бы внутри этого шара то есть для любой точки вот любая точка которая здесь либо точка которая сидит на этом отрезке геодично, который соединяет а и b вот это расстояние меньше половины вот это расстояние меньше половины чем меньше половины ок、 ну это не может бытьначительного по-сад abuse у aff gefragt получается вот здесь даже написано С это точка, которую я здесь нарисовал, но расстояние от с до икса и расстояние от с до з меньше, чем половина расстояния от икса до б, и меньше, чем половина расстояния от икса до з, строго меньше. У нас получается нервистый угольник против предварительства, потому что получается, что до зеленого расстояния от с до икса до с до икса до с до икса, что и предварительное слюбление. Зеленое короче геодричество. Мы победили. Мы получили, что в карт-расстояниях геодричество единственное. Это полезно. В теме, видите, чистка из каждого слоя. Удобная и красивая. Достаточно глубокая. Ну хорошо. Значит, что теперь нас интересует? Делаем следующее. Давайте рассмотрим опять сферу. Рассмотрим на ней геодрическую. Ну, даже большой круг, кстати, рассмотрим. Вот. И рассмотрим экс-нонавязь этого большого круга. Вот, по-моему, будет сфера. В ней большой экс-нонавязь. Все. Вот я ее вот так вот нарисую, в общем. И я возьму это все на то икс. Это будут такие небольшие отгоды. Она отделяется дугами двух небольших отгодностей. Ну, если не больших кругов, а малых. Ну, что-то как плохо получилось. Ну, что-то вам понятно. Получилось, так и дергается. Ну, так вот. Эта леночка абсолютно нигде не выпала. Причем когда дополнение к ней выпала, зачем строго? Потому что это маленький круг. Соответственно, если у нас есть две точки на границе этой самой… Вот есть у нас две точки на границе этой ленточки, они соединяются к геодрическому, который свежит снаружи от нее. из-за того что это получается образование на плоскости если возьмите геодорическую это прямая и поэтому ее эксенокрестность это такой цилиндр он был а весьма нитерсона праздно слабачивского да вы даже трубу я сначала планировать доказать этим пользоваться понял что требует большого больших трудозапрот и вместо этого сделать более слабое утверждение которые суть вот такова жена поскольку удобнее потому что в как 0 окрестность геодетически интуитивная природа того что я буду рассказывать я не буду доказывать что в 1 процент а вот эта красота еще странная вещь пусть у нас есть две геодоречки такая напишу количество теории у нас есть такая тропица ну тут есть тропица 4 вольт то есть не тропица а просто 4 вольт вот мы слили две геодорические два отрезка геодорических гамма как они там были гамма один гамма два это отрезки геодорические но они принципе разные длины конечно давайте их параметризирую просто единичным отрезком то есть я заменил в примененное таким образом чтобы она пришла с постоянной скоростью но длина один то есть у меня будет я возьму расстояние смотрите тут велосипедист едет он едет два велосипедиста они едут с такой скоростью чтобы проехать это дело за час и вот эту геодоречки меньше поэтому второе дело впервые немножко мирно я смотрю расстояние между ними вот смотрю что расстояние является вот такой функции ну как бы на картинке это довольно легко навязать потому что опять таки если вы представите себе против Хлопачевского как там устроены прямоугольные то он как-то так но он вогнутый поэтому правильно что эти велосипедисты будут сбежаться а потом удаляться где теорема рассмотрим функцию ГАФА то есть гамма-1 и гамма-2 это гамма-2 из отрезка 0 я попробовал сначала нормальную параметризацию то есть единичной длины в принципе в том что сейчас происходит было бы нам удобнее брать не такую параметризацию а то что была единичная отрезка на постоянной длины вот это идет из вот такого отрезка ну что сон 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 в две медведи вот мы рассмотрим функцию КАПА от ну это буквально туда ну это КАПА бьет соответственно есть 0 и 1 уже вот это вот КАПА от у есть расстояние ну это где расстояние межгеодрическое в таком смысле то есть если оно субьем тут будет просто расстояние то есть я параметризовал эти два эти геодрические просто единичным отрезком вот так значит пусть прямо кач все там нужно качать а почему мы не исследовали человеку после окреста и пчелонокрестности геодрические? ну мне хотелось так сказать но на сопрении две точки на геодрические две на и пчелонокрестные расстояние и расстояние посередине меньше одного из этих все в общем-то у меня было ну как-то я стал продумывать у меня тут вопрос стали может это и висеть на работе? ну не вполне, нет вот у нас есть вот у нас есть маленький какой-то отверточек здесь большая геодрическая геодричество да, есть две точки на геодричество но проблема в том что расстояние от этого ближайшая точка может быть вообще где-то в одном месте а наше условие это не на ближайшую точку а это условие на вот такие создающие точки то есть мы представляем себе ну вот края отрезки пусть соединяются в ближайшие вот края соедините в ближайшие они все меньше ипсила вот эти вот вот эти все меньше ипсила а вот трапеции меньше ипсила потому что в ипсимоокрестностях все раз в две точки ипсимоокрестностях есть реализация каким они именно то есть спасибо большое да да спасибо мне что-то мне приклинило а вот все остальное вот это понятное утверждение из которого будет следовать значит шаг 1 это такой как бы вот видите он поезд шаг 1 он тривиальный на самом деле я взял такой окрестчик в том смысле треугольничек со сторонами с вершинами АВ и П П А и В я отметил на нем середины сторон А1 или А А штрих у меня А штрих и В штрих середину сторон середины А штрих и В штрих в середине тогда ну так разомцы я перерывал сейчас я вот это применю расстояние от А штрих до В штрих меньше меньше и равно чем половина расстояния от А до В керампоезд дожидает на полости что вообще то это равно если бы мы знали что лобачевские треугольнички вогнутые то это должно быть меньше ну что полностью соответствует тому что здесь написано как это доказывать ну смотрите вот буквы шару вот буквы шару ну может так а можно с углами то в концах отрезка ровно одна вторая а между ними это скорее функция расстояния до В должна быть не ровно она вторая может быть а ну ну нет аргумент такой смотрите посмотрим модельные треугольнички у нас есть модельный треугольничек её а а с палочкой с палочкой вот П с палочкой ός и второй треугольничек внутри первой а потому что он будет уменьшен, в силу углодового трейбона. Второй трейбончик сидит здесь, потом можно так нарезать, потому что первую точку можно выбрать вот здесь. То есть первую точку можно выбрать а-штрих с палочкой, и дальше у нас будет вот такой трейбончик. Вот, здесь у нас будет штрих с палочкой. Ну, а это расстояние такое же, как Т. Правда, мы убеждаемся, что вот такой вот отрезок меньше, чем такой отрезок. Смотрите, у нас два треугольника, у которых одинаковые две стороны, а третий угол, ну треугольник издает двумя сторонами угол. У них одинаковые две стороны, а угол меньше. Поэтому и стороны меньше. Поэтому вот эта вот отрезочка, это вот эта вот отрезочка. Меньше, чем вот эта вот отрезочка, а так вот отрезочка. Вот всё. Упражнение на тему телематолеза для гидробатических треугольников. Вопрос какие-нибудь есть? Все понятно? Спасибо большое. Теперь давайте продолжим. Продолжим этот аргумент. Используем, что нужно нажать чему-то из чего-то. Чем-то очень просто будет вытекать из этого странного первого шага. Шаг два. Я опять вот рисую ту же самую картинку. У нас есть в качестве одной, я обозначил а маленькая, а б маленькая. То есть в качестве у нас а большое и б большое. Вот это первая гидробатическая, это гамма один, например. А это ракетичный гамма. Нет, нет. Все равно дальше эти гаммы не участвуют. Нет, я не в ту сторону ее сворвал. Вот здесь было, дальше не участвуют. Просто вы ранее запутался, я хочу аккуратнее. Вот наши гидочки, это, соответственно, гамма один и гамма два. И гамма два. И интересует середина. Давайте ее обозначим за С. Середина этого и середины этого. С большое, а это самое. То есть середина имеет расстояние меньше к полусу. Типа да. Потому что дальше мы применяем вот тот же агромент, который уже был. С рыбкой, то есть функция рыбкой, когда для каждого отрезочка расстояние в середине меньше расстояние полусу, мы это примем. Теперь мы рисуем еще вот такую вот диагональ. У нас есть географический, поэтому это можно сделать. На диагональ мы рисуем середину. А значит вот П. И вот рисую такие вот отрезочки. Вот. Теперь смотрите. Вот здесь, видите, вот такая вот картинка. Треугольничек и две середины. Это вот ровно тот котик, который здесь. Вот этот, на этот котик. Сейчас я ее взгляну, чтобы было видно. Вот желтенький. Вот. Вот. Вот это вот треугольничек, правильно? Поэтому вот это вот расстояние меньше половины вот этого. А вот та же это расстояние меньше половины вот этого, по той основной причине. Поэтому сумма этих двух отрезков меньше, чем половина этого, половина этого. А расстояние от C маленького от C большого меньше, чем сумма этих двух отрезков. Мы получили, что расстояние от этого доеда меньше, чем полусумная, полусумная. Ну, а дальше мы получили, что для функции Каппа этот отрезок все можно уменьшить, заменить. Большой отрезочек, на отрезочек поменьше и перепериметризовать. Мы получим то же самое утверждение для любого подотрезка в нашем отрезке 0.1. Получается, что наша функция Каппа – это вот соотношение, что Каппат А плюс Б пополам и с половиной Каппат А плюс Каппат Б. Мы провели это для контекста, но это тоже аргумент работает для любых штучек на отрезке. А такая функция есть в любоположении, что она не будет. Даже, на самом деле, без того пополам, она такая. Но не говорим, что антикруны вообще щели. Вопрос скидь есть. Мы получили, что наша функция у половины отрезков меньше, чем у полусума, ее же на краю. И дальше выкнули вот эти эффективные свойства, что для любой нейтронной функции из этого свойства скажут, что цвет будет. Вопрос не идти. Это, конечно, квалитное пророждение, но я думаю, что вы справитесь с собой сделать. Такой анализ анализ на первый раз. Понятное происходящее? Умятно. Спасибо большое. Ну, поехали. Вот тут написано, что у нас сходим в геодерический, я эту у нас сходим из гурал. То есть ее нигде нет, как в рассуждении параметра. Вот у нас есть... Значит... Это я еще деметрическую мотивировку рассказываю для того, что сейчас будет. Потому что на сфере можно здесь... Давайте рассмотрим два сфера опять. Там две точки, которые близки к противоположным полюсам, но не вполне. Тогда вот геодерически вот такая. Но когда мы идем к полюсу с другой стороны, тогда может быть вот такая вот и вот такая. вообще вообще стопно смотреть. То есть предел геодерический вообще может быть не определен. Вот. А в кат-процентре все наоборот. Если мы знаем, что концы отрезков сходятся, то и сами отрезки сходятся просто в силу того, что расстояние внутри международной отрезкой меньше, чем расстояние на границах. В этом как бы... В этом как бы... Время, давайте сейчас расстояние. Определим, чтобы не голословно, не про пределы, а уже про расстояние. Д, а Т, как про расстояние все, про расстояние все геодерически. Кто у кого? Геодерически вообще не будет. Просто... Метрику на... Вот у нас есть гамма-1, гамма-2 геодерически. Там, на слайде такая совершенно сумасшедшая форма. Абсолютно непонятно что. Сейчас я аккуратненько. И я прошу про расстояние. Значит... Я просто километризую это дело, но я сейчас как карта я вот это с помощью кунга реализовал. Вот. Они идут, естественно, от 0 гамма-итая, от 0 г-итая, от 0 г-итая, в этот. Вот. Я напишу в кампу, собственно, вот ту, которая тут есть. Как карта? А... А... От... И... Ну, собственно, оно тут написано. Равно D от гамма-1, от Т1, гамма-2 от Т1, ну, Т1, ну, Т2. И теперь только карта. Вот. Вот. И тогда расстояние, в смысле этой метрики на гибриде, на кратейших, от гамма-1 до гамма-2, будет равносо прямо так. Вот то же самое, что есть написано, просто мне кажется, что-то не нужно понять. Вопрос с кем есть? Что здесь происходит? Вот смотрите, у нас есть две геотерические, мы считаем, вот это то состояние, значит, грешит метрик. Ну, значит, куда это очевидно? С рефлексивностью и симметричностью все очевидно, потому что если это К по равному, то они просто совпадают по точке. Теперь, если у нас есть три геотерические, то можно... Ну, да, объясните, почему это прозитивно? Не, это любое дело, почему? Не, очевидно. Ага, сейчас, не знаю. Вот у нас есть три геотерические. У нас есть объективное соответствие между их точками, через последствия три. Вот объективное соответствие я его сейчас нарисую просто на картинке. Вот. А другое объективное соответствие отдать другим цветом. Ну, я слышу, что он не будет. Непонятно, да, но... Вот. И, значит, в чем состоит расстояние между первой и второй геотерических? Это состоит супремом этих фиолетовых отрезочек, а между второй и третьим супремом синих отрезочек. А теперь до каждого геотерических можно рисовать желтенький отрезочек в средневных канцах. Вот так. И основание нашей первой и третьей геотерических будет супремом в желтеньких отрезочках. Вот. Ну, там супрем-супремом. Не нравится, где угодно. Не нравится, где угодно. Что-то так. Может, в любом случае. Но, в любом случае. Уж если в любом случае, в любом случае, то это хороший метод. Вот. Ну, прошу. Все, что мне нужны от этой метрики, что... Если... Я просто сейчас я вам напишу, там будет понятно. Вот. Но... Если точки... Концы сходятся, то и геодерически сходятся в смесь артеметр. Это понятно, потому что расстояние между геодерическими на смесь артеметрике, в предыдущей теореме, есть супремовое расстояние на концы. Супремовое расстояние на концы. Мы выбираем, какие концы мы спариваем. А мы не выбираем концы. Равна ориентирована. Да. Спит между первыми и вторыми. Вот. Ну, прекрасно. А теперь, значит, мы смотрили гамма-пой. Гамма-пэ. А тыл – это процент всех методов. Процент всех гидридических простых. Гидридических. С концом – это. С концом – это. С гамма – нуля, оно. Вот. У нас есть функция гамма-пэ от n. М – это проекция на последний отрезок. Проекция. На гамма… ну, второй конец. Тогда… Незаметная. Понятно? Вот. Вот. Ну, замечательно. То есть, мы отождестврили этот. Наш прогноз – пространство кратчайших начинающих эффектов. Я пролистал… Это… Это… Светло. Здесь вопрос в нем – я пролистал. Нет? Нет. Совсем, да? Вопрос, комментарии. Все понятно, да? Да? Вопрос, комментарии. Вопрос, в том, что мы видим, 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 мы видим, что мы видим, что мы видим, что мы видим, мы видим, что мы видим, что мы видим, что мы видим, она берет из 0,1 вновь на n, видите, просто p, потому что p лям, удобно, отображает vm, ну и m начнем с геодетической, и поэтому можем взять гамма, в качестве vm лежат, на самом деле, отображения из 0t в n, вот это вот, то же самое, что и r. Вот, я возьму гамму, переведу ее в увеличение гамма на отрезчик от 0 до лям до t. Я просто взял геодетическую и отрезал от нее хвостик, длины... А λ живет 0,1? А λ живет 0,1. Здесь у нас λ, да, а здесь у нас, соответственно, вот такие вот геодетические. То есть, как это еще можно геометрически описать? Это мы берем точку, соединяем мы с 0 геодетической, и едем по этой геодетической вновь. Вот это наш гамма так устраивает. Вот, злобно говоря, помните, я в прошлый раз рассказывал про неподробности. Почему эта штука не работает для сферы? А то, что там геодетическая не единственная, куда нам определяется. Там у нас вот равномерная сходимость не работает. Мы, если что когда мы сходим, когда точки сходимся, геодетические не сходятся. Все равно, что то точка геодетическая в основном с проточкой. Чтобы мы берем точку, проводим через нее геодетическую. Это неправное отображение. И дальше мы в геодетическую едем и проектируем обратную сторону. Это тоже неправное отображение. Получим гомотопию. Почему? Ну, поэтому, что гомотопия, потому что геодетический амотопия. То есть, чего она объединит, это соответственно отображение. А две нуля, это отображение в точку. В П. Вот. Наконец-то. Следствие. Так, ноль в пространство. Достанство. В пространство. Стегиваем. Вопрос скидки? Ну, суть, какова. Ну, поездки, в дни, в дни больше, когда геодетическая вещество. В вопросах есть давай, но не кажется, что есть вообще схема. Нам придется… Наверное, надо обратить внимание, что это корректно определено. потому что на этой же геодезической точку мы взяли то мы видим одинаково. То есть одна и та же... Что он не прибыл? Ну да, вот что не прибыл. Это просто отображение есть в пространстве геодезической на самом деле. У нас в пространстве геодезической есть отображение отрезания хвоста, который не прибыл, и проекция в конец, который тоже. Мы берем отрезок, на нем уже была какая-то точка. Вот это же геодезическая служит для параметризации другой точки. Мы отрезаем хвост порядка геодезической. Какое геодезическое? Потому что они одновременно будут ползать. Это непрерывность. Непрерывность это отображение... Как это отображение? Во-первых, отображение отрезания хвоста геодезической. Оно непрерывность к тому, что можно посмотреть по этой методе. А во-вторых, отображение в проекции, который непрерывный опять в силу того, что... Вот даже, может пометить, можно надевать, потому что... А что у меня? Можно полетить. У меня огонь не прорывался. Хорошо, здесь отображение. Отображение. Значит, нормальный шар... Шар... В процент неотвечательной непрерывной поведны... Александрова... Есть... Шар... В... Эпсилон от Х... Который катной. Вот. Понятно, что у каждой тихи есть агрессия, которая к ним соответственно отвечает. Также понятно, что если у нас есть катной шар, то все шары, которые лежат 0, это тоже катной. И можно взять какую-то катной окрестность, и в ней длить шар, который работал маленьким способом. То есть, такая нормальная шара существует, а является базой отлёвки макс. Значит, направление... Радиус лукопости, в другом месте, есть минимальный супремум, наоборот. По всем Tr, таким, чтобы... Радиус лукопости бы был X. Таким, чтобы R от Y нормально... Значит, мы получили для каждой точки некое число. Т.е. утверждение отображения из х в ру от х 1 вещество. Я думаю, что этот аргумент можно видеть 5000 раз. Я его примерно два раза упрямлял. Тут есть, как бы, общая форма стандартного аргумента. У нас есть множество всех шаров подможества, которые замкнутся в наложении. Т.е. если шар диверсидаемом подможестве, то у него все шары, где раньше идем, тот диверсидаемом подможество. То есть шар, где находится в рукомпанке. И нормальный шар. Это все шары, которые давят этим свойствами. Знаете, это класс шаров, которые давят этим свойствами. Итак, для каждой точки мы можем взять максимальный из шаров, обладающих этим свойством. Центр этой точки. Это число. То есть радиус. Это число. То есть радиус. Это число. Это число. То есть радиус, это число. Ну как такая вещь доказывается? Берём шар с центром в икс и радиусом в, который, ну так, самый большой, практически самый большой из видя отличающихся этими свойствами. Берём шар поменьше. То есть пусть у нас есть точка y, в которой значение этого функции ρ меньше. Вот. Ну, тогда мы можем доказать, что оно не очень сильно меньше. То есть что расстояние между ρ от x и ρ от y, ну и разность между ρ от x и ρ от y не больше, чем расстояние от ρ от x до y. Ну, это и понятно, что вот мы возьмём шар с центром в икс и радиусом, вот если он, вот если между ними расстояние икс, он возьмём шар с радиусом, а этот шар с радиусом, он целиком лежит в большом шаре. Вот. А значит, ρ от y больше и равно, чем ρ от x минус расстояние от x до y. Вот с компактом ρ равно тоже отбудет. И ρ тоже отбудет, кстати, и пользуется, как говорится лип, что есть расстояние от чего-нибудь. Ну, то есть не правильная функция. Радиус. То есть не правильная функция. Я сейчас проверяю, что я не скажу. Радиус и неективность. Это похожая штука, но это минимальный шар, в котором мы ограничим внутреннюю метрику на него, то будет единственная вещь. Таким образом, такого штука функций много, они все имеют одно и то же пюре. Вот. Ну, прекрасно. Теперь вот то, что я сначала говорю. Общая с поздней час. Я не знаю, что это написано все на доске, но я пока верю, что повторюсь, что здесь написано. Значит, определение геодрическое. Не геодрическое, а геодрическое вообще. Это такое отображение из R в пространство N, что в каждой точке есть ответственность, в которой мы ограничим. Значит, определение геодрическое. Определение геодрическое. Кроме это просто незаметное. Значит, гамма из 0,1, из АВ в М. Это физическое. Если для каждой точки Х в этом отрезке АВ существует отрезок И, отрезок, содержащий Х, такой, что гамма, ограничение на ФИ и изометрия. Среди локрами и изометрия. Глопади в шуме не обязательно. Типичный пример, это просто окружу R включает отрезок в окно. Какие-то любое накрытие было отрезок. В этом большое количество таких отображений. То есть, локрами было накрытие изометрично, а глопади в шуме. Так. В общем, у нас есть, таким образом, для каждого. Первый синтезод процесса геодрический ровно с той же самой нервничью. Вопрос метрик на вектаре. Отправляется на гамма, гамма АК, 11 геодрических. Геодрических с метрикой гамма Н. А теперь пусть у нас есть теорема или утверждение человека. Утверждение. Пусть гамма геодрическая, а радиус анимативности, ρ в ограничении на гамма, больше x. То есть, радиус выпуклости в этой геодрической больше x. Ну и пусть есть вторая геодрическая, гамма АК, геодрическая, такая, что расстояние, в смысле нашей метрики, между этим геодрическим, гамма и гамма АК, меньше x. Тогда, вот эта функция Капа, которую я уже несколько раз определял. Я уже не буду повторять, потому что я все знаю. Девятого, вот эта функция Капа. Это функция Капа, которая измеряет расстояние между пермотризованными точками геодрической и геодрической. Пункция 2. Вы знаете, как это доказано? Руковость – локальная свойность. То есть, если функция на каждом маленьком отрядчике у пукла – на руках. теперь наши георгические они очень бесконечны и стреляются страшно они очень бесконечны и можно их покрыть нормальными шарами потому что расстояние между ними меньше чем эксилон на эксилон ради нормального шара но в каждом нормальном шаре нормальный шар это как пространство и там это как мы получаем что к пробку локаль ну в смысле как смысле вообще то же самое утверждение про сторону про расстояние между генетическими что и только что было для маленьких для маленьких гамма и гамма-штрих значит пусть гамма и гамма-штрих генетические но опять мы хотим чтобы ρ в значении на гамму было больше ε и расстояние между гамма и гамма-штрих было сразу меньше гидрические близкие таким образом что можно нарисовать эту фигуру, которая только нарисовалась в сторону тогда расстояние в смысле этой гидрические от гамма до гамма-штрих есть максимум расстояние между концами ну это понятно, дело в том что расстояние между между генетическим супремом от халпы, а функция халпы она друг поэтому она принимает свой супремум на концах вот это здесь мягкость вот чудесно значит airports еще у нас есть две значит creams x гедрические distances поля это уже было я беру его, отображаю вз迎 Тем же способом, как я рассказывал, а именно я взял геодрическую, взял вторую точку, спрестированную. Вот это отображение является локальной земной. Ну, смотрите, выдается равная сложность, потому что расстояние геодрическое есть расстояние между конца. Расстояние между первым и конца равна 0, потому что это все концы, первый и конец это фиксируется. Значит, расстояние просто равно расстояние второго конца. Вопросы? Потому что, конечно, мы уже сквозг позже начали, но все равно я думаю, что сквозг пора отключать. Если нет вопроса, то я пойду дальше, если есть вопросы, то здорово. Вот, значит, мы, наконец, можем договорить с тем, когда Адамар Каверевич Давайте будем пространство Адамара, как полная, односвязанная половинка вверх. Чего-то стереть. Чего-то такого стереть. Ну, это такое. Отклювление. Да, вот это точно. То есть, локально как 0. Локально как 0, да, и полная. Полная разъездная, а локально. Еще отклювление. На самом деле, он может быть глобальной кактой. Я это не доказываю, потому что это некий, как бы, там много тревольничек надо нарисовать. И пользу, там, каким-то темерным сравнением, но реальщики не доказывал. Но это не нужно, потому что для дальнейших применений достаточно тоже здесь написано. Отклювление. М пространство Адамара. Адамара. Если оно полное, односвязанное, Тревольное связное. Тревольные, а не платы, как привезные. Ну, в смысле, Александрова. То есть, в точности, означает, что локально как 0. Локально как 0 и нету локально как 0, а еще полная. Потому что, в принципе, как 0, то без нее полная так. Я не могу сказать. Слово Александрова означает. Серьезно, да? Нет, Александрова означает локально как 0. Нет, я просто не помню. Александрова означает локально как 0. Но еще полная, одна звезда. Да, да. А Александрова не платы звезда, а локально как 0. И вот. Ребята, я сейчас скажу. Значит, следствие теорема. Значит, M атомала, когда гамма процентов геодерических мы отображаем с M. Замена, это не важно. И замена. И замена не важно, а просто это гамма процентов. Ну, это будет так. Значит, следствие. Язычки не смы. Единственные. Ну, это гамма процентов сейчас объективное отображение. Правильно? То есть, кардогеодерическое однозначно определяется двумя своими канцами. Вот. Можешь вопрос? Да. Какое бывает токарство томара, которое не такое? Ну, которое не полное. Например, можно вырезать любое замктое подморство. Нигде не плотное. Нет, тут важно, что и полнота. Оно не трегает. На самом деле, сейчас языкорристое будет видно. Следующий. Второй. Это гамма процентов Адамана. Гамма процентов Адамана. Третий. Ну, аргумент тут, судя по тропуешь, как это был в прошлый раз. То есть, я что доказывал? Когда я доказал средимость непротной, но все, что это аргумент искал, то, что это и гомеомархия. Больше ничего. То есть, мы взяли точку здесь, что мы подняли до геодерической, поехали по геодерической и спустили обратно. Таким образом, мы можем каждую точку стянуть по геодерической внутрь. Все, что нам нужно, чтобы просто была объекция между геодерическими и точками. Вот. Ну, это не такая дистанция, которую я даже сегодня не буду и доказывать тебе не буду. Потому что любой процент Адамара является к одной проценту. Вот. Слушай, это значит, что это значит. Вообще, процент Адамара в нем лакрально устроен, треугольнички. А если кажется, что можно увидеть и глобально устроен, треугольнички, это такой адский неприятный факт. Ну, вообще, это не проблема. Хорошо, я пойду дальше, да? Вопросов нету? И у меня просто загорелся, вот, когда я его переймал, собственно, пол слайд доказательства. И на этом я закончу. Нет вопросов, да? Вот. Ну, чудесно. Значит, доказательства первой процент Адамара. Во-первых, я отмечаю, что процент геодерический полный. Ну, вот, надо сайт проверить. Геодерический. Понимаете, что вообще геодерический амир, что сайт, поэтому пределы всегда есть. Ну, по точным пределам. В общем, если процент Адамара был полный, то и процент Адамара был полный. Шавка 1. Да, m. Ну, просто мы берем, что это было, что расстояние равно 0. Я думаю, что, на самом деле, что геодерический просто точно сходит, если мы их репрометализуем таким образом, чтобы они проходили за временем. В смысле, чтобы они проходили за временем. Поэтому предел сейчас существует как отображение. Осталось проявить, что это отображение является геодерический, с тем нечетом. Крочешь. Ну, это предел лифиса с лицей, предел изометрия и так далее. Шаг 2. Тут, конечно, немножко аккуратнее надо действовать, потому что мы знаем для изометри, изометрия только локали. Поэтому надо сначала все покрыть нормальными шарами, а потом уже проверить. В шаг 2 есть лицей с накрывающим мантурией. Пусть лицей с накрывающим мантурией имеет место в достаточно общей ситуации, а именно тогда у нас есть локальная диаметрия полного пространства. Значит, пусть есть x, y, локальная диаметрия полного пространства. Тогда для каждого отображения… Я сейчас напишу этот принцип на накрывающей мантурии, я думаю, что все знают, но просто на случай, если кто-то случайно не знает, то есть полезное описание, и вы задавайте вопросы, если не понятно. для каждого пути гамма из отрезка в y непрерывного, и для каждой точки x, 0, которая лежит в правой образе вот этой, при минус первой, от y, от гамма 0, и в правой образе одного конца существует и единица на поднятие отображения гамма с волной из 0,1 в x. Докое, что следующий диаграмм на контакте. То есть у нас… Давайте я эту диаграмму вот тут нарисую, чтобы было видно всем. Вот здесь у нас есть 0,1, то есть отрезок. Здесь у нас есть этот поднятие, а там с волной, здесь x и здесь y. Вот. Дерево, что это всем знакомо, кремоно-направящей мантурии. Вот теперь, если вы смотрите, какая-то кремоно-направящая мантурия, вот именно в этой ситуации доказательство работает. То есть на задней там всегда, по сути, используется, что-то типа… я сам себе разумно доказывать, понимаешь точно. Вот. То есть как мы будем делать? Покроем наш… Это отрезочек открытыми кусками. Каждый кусок поднимем. Отколько локальных у нас изображений изображения, поэтому локальные поднятие можно. И локальные поднятие единственное. Если мы запектили одну точку, то второе к лепенинскому воздуху не будет. Вот. Поэтому все можно поднимать. Вопросы к этому есть какие-нибудь? Всем это известно? Кому известно доказательство? Время отрочено. Ну всем тут чудесно. Спасибо большое. Вот. Ну чудесно. То есть теперь третье есть подтверждение. Ну, смотри. На самом деле то, что… Я не буду сейчас говорить о ненакрытии, потому что если его кто-то не знает, то я боюсь, что если в таком-то интернете все понятно не буду. Это целая елеза. Треби, чтобы было понятно. Но… Накрытие такой локальный гомеоморфизм, по отображению процедуры локальный гомеоморфизм, кроме того, прообраз каждой точки, это… Робус каждой точки есть открытое множество, такое, что ее прообраз – это не связанное объединение нескольких копий этого гомеоморфизма. Вот. Накрытие, что можно приобрететь накрытие просто, если находясь в принципе накрывающей гомотопии. Это шаг 2, теперь шаг 3. Если из-за х выдовлетворяет принципную накрывающую гомотопию… Ну, давайте… Оттуда я немножко другое упражнение останусь, и мимо отсюда будет доказано. Давайте у каждой точки Y есть… Ну, да, действительно так. есть… Пусть это еще не про розу… А у… Локальные заметки. Локальные заметки. Вот у каждой точки Y есть шар, окрестность в виде B, x, y, которая стегна. Ну, и стегна фугетоничная, например. Фугетоничная. Ну, таким же образом, как мы с кратной пространством идем. Тогда этот условие, что не нужно, это вам приглашит доказательства. Тогда… Ф – знак П. Финагрис. Если вам не нужно, на самом деле, с накрытием его секса, то сейчас будет 4-й шаг, с которого они должны понять. Шаг 4. Финагрис. Смотрите. Наш протонт был односверт. Гамма… П от Н… В принципе, на троечке мотор. Этого… В принципе, на троечке мотор. И что такое универсальное накрытие R? если вы посмотрите определение универсальных накрытий, то реально оно такое. Вы берете точку КВ и вы берете какую-нибудь еще точку. Вы рассматриваете множество всех путей из этой второй точки в КВ с точкой гомотопной. Это как раз и есть универсальное накрытие. В чем похоже на току КМВ, то предназначено того, что мы в КВ или гомотопной КВ. Но важно, что если дверь на принцип накрывающей гомотопии, то это, конечно, бьется. Потому что нас же интересуют пути П и П одинаковые тема односвязанных. Тогда что-то и дело, и дело. Ну как, на самом деле, построить это? Нам нужно это обнаружение обратить. Как мы это сделаем? Возьмем какой-то пульт, соединяющий П и что-то еще. По принципу накрывающей гомотопии мы этот пульт можем поднять. Однозначно. С другой стороны, это значит точно в гомотопе. То есть, когда мы их пусть гомотопировали, то поднятие приведет нам к той же самой точке. Приведет на всех пути гомотопными друг к другу. Поэтому построить таким гомотопом на самом деле определенно однозначно. В принципе, если у вас есть отражение, отражающее принципу накрывающей гомотопии, тогда у вас есть, это можно продолжить, что на точке. Что такое? Еще одна версия принципа накрывающей гомотопии, что если у вас есть отражение из икса в выберек, если у вас есть на точке и икса, то вы можете его поймете. В данном случае мы односвязанным. В качестве икса мы берем вот этот, в качестве икса мы берем его. М, то есть вот это вот N, это M, а это программа, которая припространяется с георгической точкой. Вот. У нас есть отражение отсюда-сюда. Мы поднимаем это отражение отсюда-сюда. Но это соответственно отражение. Поэтому это получается просто отражение обратное к нашей проекции. Вот. То есть в таком углу нам строится это измоткеть. Вот. Но есть лет назад, наверное, все проще всего просто действовать, как здесь написано, а именно только односвязанная пространство, у которого нет метривиальных накрытий. То есть все накрытия и верфи, все связанные накрытия и верфи привиальные. По нашему условию, пространство одновно равно односвязано. То есть у меня нет метривиальных накрытий. Но из того, что здесь написано, следует, что наше отображение берет в накрытие. Значит, он просто бегется. То есть измоткет. Вот. Ну, что это его показать? А, знаете, здесь, собственно говоря, я не хочу с самого начала накрытия. Я хотел сказать, что это объективное отображение. Но здесь, на самом деле, по условию написано, что это накрытие. Потому что накрытие – это так. А дальше идет, как сказать, что это объект, потому что есть односвязанное пространство. в случае Адома. Да. А, здесь не требуется связь. Здесь не требуется связь. Да, да. Я переписал. Мы берем в случае лучше. Закрытие карта Адома делается так. Значит, мы берем, проверяем, что пространство из метричных и пространство геодетических. И для односвязанного, а для неодносвязанного, оно локальное из метричных и пространство геодетических, значит, произойдет новая награда, потому что любое локальное изометрие – полнообразоваться. Все. Спасибо большое. Я прошу прощения, что затянул. Думаю, можно начать. Тут есть несколько мертвых. Это я много расписал. А с точки немало. Но все их мертвозы. Слышишь? Слышишь? Угу. Там. Там, где? Там, где? Там, где? Там, где! Там, где? Там, где? Там, где? Там, где, там, где? Там, где-то. Тут, по-моему, это теперь. Так... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok